Гарсон, литр белого вина, и оросите его гренадином. Оно спокойнее, если с запасом. Ты говоришь, многовато? Пустяки. Вино легкое, а гренадин только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я твой моментальный взгляд искоса. Знаю, что у тебя мелькнула мысль про меня. Не опустился ли? Нет, дружище. Я человек не опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело и есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе. Все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае. В компании. Хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно. Как давно знакомую фильму. Вот ты, Дайвича, вкратце рассказал о своем двенадцатилетнем бытии. Что не поворот судьбы, то целая эпоха. Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с пахабным водевилем. Высоты человеческого духа со смрадной мерзкой клоакой. Ты говорил, а я думал, ну и крепкое же машинище человеческий организм. А все-таки ты жив. Жив великой тоской по родине. Жив блаженной верой в возвращение домой, в воскресающую Россию. Мои испытания в сравнении с твоими. Киндершпиль. Детская игра. Но в них есть кое-что занимательное для тебя. А меня тянет хоть один раз выплеснуться перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать пять лет подряд. Так слушай. Ты уже, наверное, догадался, что заглавие моего рассказа состоит только из трех букв «ОНА». Но здесь будет и о моей глупости. О том, как иногда с дуру в одну минуту теряет человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь каяться. Ах, прошло и не повернешь. В четырнадцатом году, как может быть помнишь, я сдал последние экзамены в Институт гражданских инженеров, а тут подоспела война и взяли меня в саперы. А когда набирались в помогательные воска во Францию, то я и потянул свой жребий, будучи уже поручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем всего – энтузиазма, с которым встречались наши войска, и нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги и разложения. После армистиса мне нетрудно было устроиться близ Марсели на бетонном заводе. Начал простым рабочим. Потом стал контрмэтром, потом шефом экипа и начальником главного цеха. Много нас, русских, служило вместе, все бывшие люди различных классов. Жили дружно. Ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи и сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик в две комнаты с кухонкой и большая под парусиновым темпом терраса. Питались из общего котла бараньим рагу – эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да что я тебе скажу, надумали мы всей русской артелью взбодрить на паях свое собственное дело – завод марсельской черепицы. Рассчитали, предприятие получилось толковое. Но вот тут-то и случился со мной этот перевертон. Хотя, кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу. Сначала-то нам скучновато было. Особенно в дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая. Огромная, выжженная солнцем плешина. Кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жуденькие, потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря. Вот и весь пейзаж. Одна только отрада в эти тягучие праздники и оставалась – закатиться в славный город Марсель. Благо, по ветке езды всего полтора часа. И компания у нас своя подобралась. Я бывший инженер, затем бывший гвардейский полковник, бывший геодезист, да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания невелика, а лебардзо почтиво, как говорят поляки. Люблю я Марсель, все в нем люблю. И старый порт, и новый, и гордость марсельцев улицу Канабьер, и курс пергиб уже, эту сводчатую темно-лиственную аллею платанов. И собор владычицы, спасительницы на водах, и узкие в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Ну, впрочем, ты сейчас увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая и больная. Так вот, однажды в ноябре, в субботу, скажу даже число, как раз в ноябре восьмого, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы по английской моде в полдень, принарядились как могли и поехали. День был хмурый и ветреный. Море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, бурлило в гавани и плескало через парапет набережной. По обыкновению позавтракали в старом порту, неизбежным этим самым буайбезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя в глотке и в животе взорвался динамит. Пошлялись по кривым тесным уличкам старого города с заходами для освежения. Посетили выставку огромных слоноподобных серых кротких першеронов и в сумерки разбрелись, уговорившись завтра утром сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль. Афиши обещали Регалета с Титаруф. Я всегда по приезде в Марсель останавливался в одной и той же гостинице на другом краю города, в Новом Порту. Называлась она просто Атель Дюпорт. Это мрачное и узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы и до дыр. На стенах висели в потемневших, облупившихся золоченых рамах старинные гравюры из морской жизни. Эту комнату по субботам оставляли в моем распоряжении. С хозяевами отеля я уже давно успел подружиться. Долго ли нам русским, а в особенности ярославцам, как я. Хозяин был добродушный, четырехугольный, неповоротливый человек. Марселец родом и бывший моряк весь в морщинах, с ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Аллегрия, в противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не потерявшая тяжелой и горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу в ресторане некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по характеру самый веселый, проворный и услужливый малый во всей Марселе. Куда этому чернокудрому красавцу? Гарсон, еще один гринадин с белым. Часов в семь я пришел в отель пообедать, занял уютный столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая публику. Ресторан этот на редкость для невзрачной части города просторный и светлый, не только опрятно, но даже кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если будем в Марселе. Двери выходили на гавань, и от нее доносились вздохи и всплески волн и запах моря. И какие диковинные посетители за столами? Арабы в длиннейших бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками. Фески красные, черные и вишневые, зеленые и белые тюрбаны, чалмы, плетеные из маисовой соломы. Итальянские колпаки, маленькие и полуголые, похожие на обезьян моряки, черные и блестящие, как вакса, с курчавыми взбитыми, подобно войлоку, волосами. Матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко стучащие стаканами о столы. Пестрый, скачущий гомон разноцветных слов, и откуда-то, лень поглядеть откуда, вкратчивые звуки гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющие итальянскую песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны. И у одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у окошка, попросила, «Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти розы. Дам тебе эти розы, если выйдешь за меня замуж». А она отвечает, «Послушай, барабанщик, пойди и спроси моего отца». Синти сухопая. И вдруг произошел скандал. Какие-то цветные моряки, не то шоколадные, не то оливкового зеленого цвета, все как на подбор маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее и начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем то на клек от хищных птиц, то на свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки, искали друг на друга матово-черные зубы. И вот Алегрия, что значит по-испански веселость, накидывает на себе яркую мантилью с бахромой, вытаскивает из волос розу, берет ее в зубы, подбаченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, и с головой гордо закинутой вверх подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела. Гневные карьи глаза, ноздри, раздутые, как у арабской кобылы, красная роза в красных губах. Коротким повелительным движением, вытянув перед собой руку, она указала на дверь, и с удивительным выражением высокомерного презрения сквозь стиснутые зубы произнесла сорте. Что дала бы Сара Бернард за такой жест и за такую интонацию? Матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты, и один за другим гуськом вышли осторожно из ресторана на согнутых ногах на цыпочках, скрипя тяжелыми морскими башмаками. Этот водевильный уход в связи с величественной позой аллегрии был полон дикого комизма. Я захохотал так невольно и свободно, как смеялся только в детстве на клоунских пантомимах. И тут же я почувствовал, что спинка моего стула слегка трясется. Я взглянул вверх и сейчас же встал, чтобы дать место даме. И вот тут-то, тут-то я с восторгом понял, что милостивая судьба или добрый бог послали мне величайшее счастье в мире. Почувствовал сердцем, но умом еще не понял. Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был билетристом, черт бы их всех побрал, я бы мог ее описать. Губы коралловые, зубы жемчужные, глаза, как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее. Она еще продолжала смеяться. Она сняла перчатки и бросила их на мой стол. Она аплодировала, шутя хозяйке. И аллегрия ответила ей серьезным поклоном. Хороша ли она была? И опять я скажу, не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних и самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет двадцать, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой. И если я и любил других женщин, то лишь в поисках за ней. Опять наши глаза сошлись в улыбке. Я думаю, что ничто так не соединяет людей, как улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь? Она села рядом со мной. На ней было черное шелковое платье с черными кружевами. Она не была ни надушена, ни напудрена. Ее тело благоухало молодостью и свежестью. Она спросила, что вы себе заказали. Мне лень выбирать по прейскуранту. Я ответил, устрицы, рыбу и швейцарский сыр с бананами. Закажите тоже и мне. А вино я возьму сама, согласны? И не дожидаясь моего ответа, она постучала перстнем по мрамору и позвала Гарсона. Анри принес во льду бутылку шампанского вина. И когда я увидел марку Мумках Донгуш, то немного испугался. Если эта женщина так широко распоряжается, то во сколько же десятков франков она мне сегодня обойдется? Хватит ли у меня денег? Говорю тебе, в этот день я был дурак, а главное, так и остался дураком во все последующие дни. Я попробовал было сделать моему другу Анри строгие глаза, но напрасно. Это уже был не мой Анри, а ее слуга. Да она почти и не выпила. Ей дали маленькую серебряную ложку. Она взболтала вино и когда то выпенялась, только чуть-чуть пригубила. Ела она с удовольствием, и очень красива. А я сидел и думал, кто же она, эта женщина? Актриса? Международная шпионка? Очень дорогая кокотка? Развратная искательница приключений, или может быть? Она работает на процентах в этом кабаке? Не аргентинка ли она? Анри принес закрытый счет, но подал его не мне, а ей. И опять не помогли мои гневные глаза. А она, небрежно взглянув на счет, только кивнула слегка головой. Тогда я рассердился. Да и какой бы мужчина не рассердился на моем месте? Рассердился и обнаглел, и спросил грубо, а кофе мы будем пить у меня наверху? Анри, принесите нам наверх кофе и ликер. А, Аллах Акбар, если бы мне еще раз в жизни услышать веселый стук ее каблучков, когда она быстро всходила на мой седьмой этаж. Если бы еще раз поглядеть, как она сама заботливо ухаживала за патентованным кофейным самокином, как ласково она мне разрешила курить, если хотите. И не я, а она удлинила наш поцелуй. И она же первая отвела деликатно мои руки. Потом, сказала она. Субтитры создавал DimaTorzok